Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И помните, там постоянно такая тема, типа, киберпанк. Ну, в Роме Барми я имею в виду только киберпанк. Но кто играл в эти игры, я думаю, вы понимаете, почему меня ассоциируется с этим. Да, нам нужно туда, но потом. Мы можем, кстати, на штормовой берег смотаться, но я думаю, мы туда пойдем все-таки чуть-чуть попозже. Надо здесь завершить как-то, ну, пусть не все, но хотя бы какую-то часть. И имеет смысл продвигаться уже сюда, потому что внизу меня будут очень больно бить, и я не хочу туда. С другой стороны, здесь есть баранина, и неплохо бы ее как-то уже получить, чтобы выполнить еще один квест. И, соответственно, получить, скорее всего, одно влияние. Я не помню, дает там влияние за этот квест или нет. Так что вот, две серии болтологических процессов, и мы снова возвращаемся к Махачу. Эх, два часа, как будто бы их и не было, да? Вроде просто пообщались с персонажами. Два часа как с куста просто. Ой, ну что поделать. Так, а ваушенквизицы. И это, в принципе, я не скажу, что ее минус. Просто она такая, какая она есть. Мне, например, вот в Ориджинсе, в том же самом, очень не хватало возможности поговорить с персонажами побольше. Потому что ты с ними вот поговоришь в самом начале игры, весь такой, о, боже, они разговаривают. И все, в общем-то. Ну ты молодец, конечно, Кассандра. Давай лечить тебя, чувак. Не успели приехать. Ну будем считать, что мы долго ехали. Решили устроить привал. Молодец, молодец, Кассандра. Хорошо. Давайте, знаете что, сделаем вот так. Господи, я реально за всеми этими болтологиями уже забыла, как драться-то в этой игре. Еще пойдем стрелять в баранов. Оп, стоп. Трава, 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 трава. Вы заметили? О, смотри, на нас уже кто-то там согрелся. Слушайте, а это не медведь ли? Я помню, здесь в окрестностях медведик ходит. Это такая жопа. Поначалу. Я помню, когда только-только с медведем встречаешься, ты думаешь, аааа. Ну, на среднем уровне сложности, если играть, не напрягаться, как бы особо. Думаешь, ааа, медведь, подумаешь. И он тебя просто разрывает на части, этот медведь. Моментально, в первые же секунды выносит. Так, нужно как-то... Так, там маг и храмовник. Подождите, пока они друг друга перебьют или вмешатся. Прям я даже и не знаю. Так, эээ, подожди, а давай вот тут-вот-вот-вот. Стоять! Какая разница, где мы... Где именно? Это волки, что ли? Только не... Нет, это не волки, господи. Просто здесь, если поначалу игры встретить мобари... Ой, они просто тебя тоже разорвут. Мобари это даже, наверное... Просто не... Мобари, если медведь один, мобари нападают кучкой. И ты, вот если наткнуться на эту стайку мобари, это просто сразу... Сразу можно загружаться вообще. Так, на эти легли быстро довольно. Нет, не может... Тихо. Не радовать. Финок, хорошо. Детива! Замечательно. Отдадим на исследование. Так, замечательно. Вообще, кстати, готовьтесь к тому, что вот такие вот долгие... О, окулярум рядом. Ой, не окулярум, а этот астрариум. Готовьтесь к тому, что... Будут серии болтологические... Не сказать, что... Ну, как вот тебе взять? Не сказать, что прям редко, так что готовьтесь к их наличию вообще в принципе. Но... Если кому-то не нравятся болтологические видео между персонажами... Видео между персонажами. Вы поняли. В общем, болтологии между персонажами те смогут здесь серии в принципе пропускать, хотя я бы очень не рекомендовала. Лучше просто под настроение как-нибудь так сядьте. Возьмите чаек, воспринимайте это просто как возможность... Послушайте. Астрариумы, это варик, ну. Ты как первый раз. Астрариумы. Касательно вашего вопроса о так называемых астрариумах, мы полагаем, что они представляют собой реликвии дальней тевентерской секты, существовавшей еще в доис... доисторически, я хотел сказать, доандростянские времена. Что же могли счесть секты в обществе, почитавшем древних богов? Это был орден, объединяющий магистров, которые желали уничтожить магистериум, руководящий орган империи, определяющий, каким магам присуждать титул магистра, а каким нет. Ну, собственно, я и говорила, что это как бы магия, но как бы повыше, которая стоит. Члены ордена... Хотя вы так-то знаете. Члены ордена хотели вернуть старые порядки, когда всем правили сновидца. Привет, блин, Дримпол. Среди их деятельности находили... Следы их деятельности находили по всему Тевентуру, в основном в приграничных землях. Там они обустраивали тайники с сокровищами и, возможно, секретные места. Собраний. Хотя это нам точно неизвестно. Обнаружить, с которой можно было знать только древнюю астрономию, которая, как мы понимаем, в более поздние времена несколько утратила свою популярность в Тевентере. Проведенные нами исследования показали, что каждый из астрариумов может указать на тайник, если знать три созвездия, в форме которых расставлены объекты. Если в правильном порядке соединить две омеры, астрариум укажет местоположение тайника. Множество этих реликвий было найдено и уничтожено андрастианскими сектами в начале века Верховной Жрицы. Особенно этим отличился Орден Пламенного Обета. Почему они их уничтожали? Потому что считали, что астрариумы скрепляют с собой завесу, или что если их уничтожат, то завеса прорвется и наступит конец света? Таковы уж были, потому что считали. Молодцы какие. Потому что уже таковы уж были древние секты, истинные мотивы их действий нашим современникам никогда до конца не понять. Из письма магистра Пеледануса, главы Кориадльского ордена, 12-й год, 5-го века, он же священный век. Так, астрариум. Вот зяточка такая. В астрариумах можно раскрыть тайне неба, воссоздать рисунок созвездий, соединим звезды, не проводя ни одну линию дважды. Это можно. Господи, я что-то, знаете, думала, блин, сейчас начну тупить. Главное, знаете, не думать, что я записываю, не держать это в уме. Потому что как только я... Знаете, вот, когда на запись делаешь, реально мозг отключается, потому что, знаешь, ты прям чувствуешь, что за тобой, знаете, за спиной кто-то стоит и смотрит, что ты делаешь. И вот, знаете, стоит над душой. Вот это очень идеально просто описывает ощущения. И когда вот у тебя нет записи, ты спокойно что-то делаешь. А когда она есть, у тебя получается все через жопу. И, в общем-то, именно это вызывает бомбическое просто чувство собственной несостоятельности. Ну ладно, созвездие Юдекс. В народе называемое мечомилосердием. Привет, фенрисовский подарок. На рисунках изображается в виде меча, обращенного вниз рукоятью. Что-то мы сейчас не видели, чтобы там была вниз рукоять. Ну ладно. Традиция изображает данную группу звезд в виде меча существовала. А хотя, если смотря, с какой стороны смотреть, в виде меча существовала еще в доандростянские времена. Юдекс — древнетевентарский институт правосудия. А воздетый меч символизировал... А, ну тогда да, логично, вниз рукоятью. Обвинительный приговор, что в теми времена обычно означало казнь. С учетом современной интерпретации изображения меча как герба ордена храмовников, старая интерпретация в ученых кругах относится неодобрительно. Сестра Аранп... Петрархиус. Ну хорошо, хоть вторая эра присутствует в этом имени. Астрономия народов Тедоса. Там две точки было. А то сестра Петрархиус... Как-то это было бы то... Тоскливой немножко. Чуть-чуть-чуть. Так, само малость. Ну хорошо. В принципе... Тихо. Подожди. Вот так вот. Вот так, господи. А, бараны. Ты не умер после этого? Ты с ума сошел? Да как? Да почему? Стой. Стой, остановись. Нифига себе, они уже не умирают. Обалдеть. Э, а с тебя что, ничего? А, наверное, телепортировался опять, да? Ну да. Типа, чтобы мне далеко не приходилось бежать. С одной стороны, конечно, это приятно, но с другой стороны, иногда прям мозги ломает. Так, пещерка. С кучей костей на пороге. Чего-то это не очень, да, звучит. Нам надо найти еще пять обсидинов и четыре, хотела сказать, если бы я одну хрустальную благодать. Чтоб я помнила... Где ее достать? Ну, потерпи. Я вообще эльф. У меня вообще тут не в радость. Может быть, письмо найдено на трупе гнома. Мне нужно, чтобы ты осмотрел пещеру в холмах над дорогой между Рэдклифом и убежищем. Поверь, она того стоит, чтобы попытаться проскользнуть мимо магов и храмовников. Самая чистая жила из всех, что мне встречалось так близко к поверхности. Ну, ладно. Как они-то делают, господи? Господи. Так. Вот так смотришь, вроде ничего нет, да? А потом нажмешь кнопочку и пипец. Собирай два часа. Прости, маленький нак. Блин, ну как таких существ можно убивать, ну? Ну, приходится. Их мех неплохо так, на самом деле, в крафте работает. Первое. Нет, 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 нет. Сейчас жопа будет, ребята. Сейчас будет жопа. Я вспомнила. Не стоит сюда заходить, в это место вообще никогда. А, сейчас будут в мамбаре. Я не знаю, я очень-очень сильно сомневаюсь, что мы сможем их убить. Они лютые твари. Не трогай меня. Ва-ва-ва, собака ест меня. Спасите, помогите. Сейчас вот еще раз, что называется, и в первый класс. Не, мы сейчас сдохнем, я вам отвечаю. Солос, 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 лечись, пожалуйста. Лучше целиком, сразу вообще. Так, надо не забывать, что у меня второй силе есть теперь. Варик, отгребай, серьезно. Солос, в принципе, тоже. Отличись, а теперь вали. Кассандра, милая моя. Две, почти три тысячи здоровья. Восьмой уровень. Блин, мы всего четвертого. Не, нас сейчас, нас размотают. Надо валить. Так, Кассандра, по-моему, только что... Нет, отвали. Отвали, ради бога. Мы, конечно, можем попробовать. Ну, что-то мне как-то вот... Ну, хотя не, нормально. Ой, я помню, они меня просто расфуфыривали. Ну, про мобари мы читать не будем. Я не буду сейчас записи читать, искать, точнее, в кодексе. Мы и так знаем, что это такое. И вообще, и какую роль они играют в Фералдене. Так. Фу, слушай, справились. Что-то я запаниковала прям. Я помню, они меня как-то так... Нет. Нет! Вот почему! Потому, у меня же кошка что-то испугалась. Потому что они потом вот так вот приходят целой кучей, и все, и жопа. Так, мои-то дерутся. Не, мои стоят и ничего не делают. Ребята на меня напали, помогите. Они охотятся, видите, но... Мы будем охотиться на них. Это наша баранина! Ну, в принципе, по две мобари за раз. Это нормально. Посильный Кассандр, лечись, пожалуйста. Спасибо, Солос. Тихо, 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 тихо. Что такое? Нет, стоп, подожди. Что-то как-то заплющило меня. Есть? Есть. Фу! Ну, самое время собирать железо. Слушайте, мы на самом деле близки к... Знаете, что надо сделать сейчас? Надо поставить тактику. Поведение пошиба. Резерв зелий. Порог здоровья давай на 20%. Защищать... На самом деле, Солоса. Хотя, с другой стороны, если на него никто не будет нападать... Вот в чем беда. Она будет стоять вообще. Вот тут, конечно, хрен попадешь. Не, давайте, чтобы... Управляемый персонаж, чтобы она атаковала. Если вы слышите этот звук, я извиняюсь. Проклятые бараны. Такие страшные звуки издают. Аналогично защищать как раз-таки Солоса. Чтобы он как бы был на поддержке, но... Да что же ты делать-то будешь? Слушай, а? Проклятые шемы. Я извиняюсь, ребят, но... Машинка что-то решила в час ночи очень сильно пошуметь во дворе. Молодец она какая. Так, резерв манового носа. То есть вообще не вижу никакого смысла, на самом деле, держать его. Этот резерв... На 10% самое оно. Вот, 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 вот так вот я бы даже сказала. Ну, тебе тоже. У тебя резервов вообще нету. Потому что ты главный индюк у нас в партии. И здесь, соответственно, никаких. Все. Так, дайте меня... Так, там кто-то вот впереди есть. И кто это? Это либо людишки, либо еще Мабарри. Одну из двух. Скорее всего, людишки. Да. Хорошо. Баран. А, хотя у нас есть баранина. Пункти. Не дойдешь. Наверное. Че-то ему вообще не входит. Все, отлично. И мясо. Спасибо, соус. Масыра нас. Так. Это че? А, это с него типа вывалилось. Пейрок. Трус, короче, мы его порвали. Себе взяли. Так, это что такое? Прости, прости, маленькое животное. Как жестокое. Господи, напугали. Так, че это, че это? Че это? Только без медведей, ребят. Я помню, просто он здесь где-то в окрестностях. Хотя, может, он появляется как раз-таки тут. На поздних уровнях персонажей. Так. Роки Каленхатского плацдарма. То есть, как... Ладно, найдем какую-то пещеру, похожую. Ну, пещеру, господи, крепость. Там видно будет. Если честно, вот, я очень редко находила какие-то сокровища. Просто потому что особо не искала, прям специально. Вот ту точку, где три водопада, я находила. В принципе, ее не так сложно найти. И обычно, знаете, я находила сокровища не по картам, а просто потому что я бегала где-то там. И у меня высвечивалось, ну, вот, около... Точнее, вокруг мини-карты то, что здесь что-то есть. Вот этот кружочек светился. Так, что только поэтому. Так, только без медведей. Ребят, я вас умоляю. Слушай, так мы это самое. Да-да-да. В том самом встречном месте. Вопрос. Мы переживем этот разрыв или нет? Надо, во-первых, посмотреть, кто там изначально ходит. Чтобы понять, кто будет после. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Слышь, не надо так. Вообще, конечно, это зелье восстановления- довольно бестолковая хрень. Но, как говорится Как-то выбора особого нет Уж лучше так Так, а мне вот, кстати, интересно Не, подожди, подожди Я хочу посмотреть, Варик атакует или нет Потому что Солоса-то никто не бьет Не, Варик тупо бегает Вот это все-таки Это что такое? Ты уже умер Вот, конечно Если, например, не нужно защищать персонажа Я так понимаю Персонаж нихрена не делает Вот видите, он просто бегает Да, придется все-таки это из тактики убрать Вот в этом плане, конечно, тактика Вот эта автоматическая, она странненькая Точнее, не тактика даже А, просто поведение Аналогично Соловск Сулосу Это лучше То есть, если он, например, переключается на какую-то цель Которая его атакует Варик тоже будет атаковать эту цель И это лучше, чем защищать Потому что, если защищать нет кого Писанаж, к сожалению, как я сказала Не переключается на других Хорошо У нас, к сожалению, Солос Магия огня Огня не владеет Поэтому для него это кольцо бесполезно Это кольцо как раз-таки улучшило способность Которого у него нет Здравствуйте Прямо как я, да? Да, печально Ну, ладненько Шо мы могем? Где мы? Так, тут рядом как раз-таки тайник Окуляром, который я не помню Открывала я или нет Лагерь, который неплохо бы открыть И туда мы сейчас и пойдем Сейчас только тайник накалякаем Себе на жизненном пути Так, нет Здесь я не поднимусь А вот шит там такое горит Хм Так, тринячок Со шмотками степлыми Я, конечно, понимаю, что Действительно Это что такое? Надо срочно убрать следующим пунктом Способность, которая позволяет Увеличивать урон при атаке сверху Вот я по привычке захожу наверх А толку-то мне этого никакого не дает Ну куда ты пошел-то? Ну, господи Он как тот кот, помните? Из кота в сапогах Причем самое интересное А, нет Нет, хотел сказать Ну, понимаете, если бы он еще Писал свое имя Потому что он там присутствовал И что-то делал И его вообще Не оставили бы в покое Никогда Так Страница из обгоревшего дневника Хромовники нападали на крестьян У которых мы брали еду Хотели, чтобы жители сражались до последнего Они помогали нам Кстати, я совсем забыла Нам нужно заскочить будет домой Мы застали их врасплох Льдом и молнией Несколько их убили сразу же Вот те и хромовничья закалка Они теперь такие же дикари, как мы Но все-таки их было недостаточно Чтобы подавить нашу магию А когда дело дошло до дорога Копашной Наемников быстро порешили Мы отступили в крестьянский дом Он на удивление прочный Да и крестьяне Часть еды припасли, как оказалось Заперлись Или заперлись, господи Хромовники оставили попытки сломать дверь Когда мы убили того идиота Который попытался Я слышу их отсюда Что-то делают среди деревьев Что бы они ни задумали Мы готовы Ни в какой круг мы не вернемся Даже настоящие хромовники Нас бы не остановили А эти дутые разбойники Вообще ничем не лучше нас Со страницы обгоревшие По краям предположительно Вырваны из дневника Ну они их взяли и подожгли Просто всех нахрен Пипец, конечно Не стали заморачиваться И дом сожгли чужой И людей убили Просто потому что маги Причем эти ребята вроде как Реально не собирались Особо на них нападать Не защищались Хотя кто их знает Посох Какого-то ментального Там паразита Сейчас надо выйти Из горячего дома Для начала Дышать-то там нечем Забавно, конечно Что эти дома Годами, блин, гореть Пока мы тут ходим Так, ну что Ну он хуже Хотя здесь есть Остриё неплохое Синенькое Хотя у меня Хотя у меня У меня У меня У меня веселее Наверное Так, а что она даёт Бонус против барьера И сила воли Да? Ну нет Была бы эта рукоять Я бы её отковыряла Поставила бы себе Ну куда уж там Знаете, кстати Любопытная фигня Я когда первый раз проходила То есть Может быть Как раз таки Я не знаю С чём это связано В общем Когда первый раз проходила Я была как-то Больше на стороне храмовников Не именно вот этот Весь конфликт Если брать Вот то, что мы сейчас видим То, что они на полях сражаются Там-то все дебилы Я имею ввиду Именно Если Потом Брать ситуацию Помните, когда нам ещё Вначале говорили То, что мы можем Поговорить с храмовниками Мы можем поговорить С магами Я вставала На сторону храмовников Потому что Ну там Действия магов Мне некоторые не понравились И Сейчас Как ни странно Я начинаю как-то Знаете Вот когда я обдумывала персонажа Обдумывала эльфа Слушай, как-то Как бы туда так Зайти-то Вообще вроде Вот тут Можно будет пройти Сейчас я топчусь Просто на месте Ладно, пойдёмте тогда На север Или знаете Что я сейчас буду Обходить тут Пойдём сюда сразу В общем Когда я начала Обдумывать персонажа Его там Некоторые поступки Я начала размышлять О магах И так Что-то, знаете Прикинула Всё-таки Я пожалуй На стороне магов Опять Потому что Ну, в будущем Вы поймите Что я имею в виду И как-то, знаете Мне кажется Даже, что Даже сами разработчики В следующей части Например Если по умолчанию Начинать игру То есть С сюжетом По умолчанию Мне почему-то кажется Что Вариант с магами Он будет Ну, таким Классическим По умолчанию Каноном Потому что Здесь как-то Всё кричит О том, что Выбирайте магов А не канон Потому что Во-первых Дают Опять же Много-много бумажек В которых написано То, что Мы хорошие маги Сидим в Рэдклифе Мы против И своих Тоже будем выступать Если они будут козлами В общем Это во-первых А во-вторых Если поддержать магов Вы встретите Как минимум Двоих Сюжетно важных Персонажей И вообще Важных персонажей Для всего мира Драгон Эйдж И А при некоторых Событиях Возможно Их будет даже И трое Этих Главных Персонажей То есть Всё как будто Вы знаете Говорит о том Что Маги Это канонище Обычно Такие Каноничные Ветки Они как-то Лучше Как я уже говорила Выделяются И они более заметны Может быть Мне кажется Не знаю Но В будущем Я подниму Ещё раз Эту тему Когда мы дойдём До нужного Момента Я вообще Знаете Вот после того Как я сделала Какие-то выборы Я потом Немножечко Думала Над ними И некоторые Выборы Понимаю Что Всё-таки Они были Наверное Слишком поспешные То есть По факту Я жалею Двух Пожалуй Выборах Которые я сделала Во время своего Прохождения Персонального Ну Один выбор Я не успела Сделать Слава богу Потому что Я недопрошла Игру Как я уже сказала Я там Оставила ДЛС И в общем-то Много чего ещё Другого оставила Мелких квестов И финальную битву Соответственно Так вот В связи с этим Я не успела Сделать выбор До того Как поменяла Мнение Стоять Не надо Меня бить Так что Вот из Всех выборов Которые есть Которые я прям Приняла Вот Один Прям Прям Вот я прям Пожалела Чёрт 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 Нет 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 Иди Засолоса Естественно Именно в этот момент Нужно собирать Траву всякую Стоим Прекрасно стоим Так Кассандра Где-то есть Господи Так Там ещё Уродцы стоят Вижу Зайдём с фланга Насколько получится Ни хрена Не вижу Деревья проклятые Кассандра А может Чё ты агришь Ты его Ты лучше подойди И убей его Не надо Меня тут нет Чувак Меня тут нет Я тут так Вообще для красоты Поверь мне Кассандра Переключайся А он умер А где он Он же был Только что тут Странная фигня Замечательно Музло классное Что такое Ты чё Он в невидимости был Что ли Всё это время Я не обратила Внимания Слушайте Как ни странно Сейчас Мне тут Особо больно Не делают Может потому что Мы уже чуть-чуть Прокачались И пришли сюда После этого Защищают Ход Так Надо сбоку зайти Я тогда смогу Рикошетиком Жахнуть Неплохо Идём Меня так Не убейте Так Готовы Охрана Перебита Может быть Осколочек Мы подобрали На который Нам указал Тот черепок Помните Светящийся Собирять Собирять их Будем В процессе Все игры Так Ну в принципе Да Надо зайти Ох Их там Много Не нравится Мне это Так Стоп 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 Дядя Молодец Люблю рикошет Так Не надо мне В голову Стрелять Она мне Ещё пригодится Хорошо Остался один Господи Чего-то они быстро Падают Подозрительное Что-то Может мы реально Просто пришли сюда Проказать Пятый уровень Ура Красота Итак Лагерь храмовников Братья Прислушайтесь Гласу создателя Не спасавший нам Наш долг Уничтожить этих магов Последние Подняв восстание Господи Они сами Лишили себя Права на жизнь Нормально Да Они не люди И любые приказы В которых говорится О прекращении Этой справедливой И праведной Битвы Лживы Это испытание Посланное им Чтобы различать Чтобы различали Мы верующих И глупцов Ага Нормально Сами себя убедили Ой Горло пересыхает Конечно Поэтому извиняйтесь Если я буду Попивать чаек Наш лагерь У западной дороги Вступайте в наши ряды И сроитесь за правое дело Письмо написанное Ученым почерком Завитушками Ну так читаешь Бумаги Маги кажутся Более адекватными Так Ну что Вперед Да емое Форт Коннор Форт Коннор Был построен Молодым Эрлом Ээмоном После изгнания Орлисианцев Из Фералдена Имя свое Форт Как и сын Эрла Ээмона Получил в честь Отца Эрла Умершего В битве На западном холме Ээмон был уверен, что Редклев должен являть собой ярчайший пример несгибаемой силы Фералдена. Форт Коннор же, по его замыслу, был построен для наблюдения за королевской дорогой и защитой внутренних земель от любого врага во время Пятого Мора. Во время Пятого Мора Форт доказывает свою стойкость против Орд по рождению тьмы, и лишь эмиссары смогли нанести ему урон. Эамон с гордостью говорил, что Форт Коннор уязвим только для магии, а для защиты от нее слава создателю есть храмовники. Сестра Доркас Герин. Так. Теган Герин же вроде. Да? Герин, это же эти ребята. Так, к слову. Красный Лириум. Много красного Лириума. И здесь окопались храмовники, то есть храмовники собирают красный Лириум. А Лириум... Ну, ладненько. Что-нибудь тут? Нет. Вот смерть, да? Так, ладненько. Где мы, где завтра? Найдите осколки. Можно, конечно, их подобрать, а можно сходить в эту сторону и найти этот чертов лагерь храмовников. Но давайте мы пощем. Что мы, я думаю, и сделаем. Вот так вот сделаем. Вообще, конечно, в эту сторону продвигаться стоит осторожно. Лагерь храмовников. Мы должны быть готовы сражаться не только с магами, но и с их сторонниками. Разве не маги крови? Маги обманывают излишне доверчивых. Они прям думают, что маг крови может прям всю толпу, да, покорить? От силы одного человека, блин. Что доказано в Драгоныч 2. Многие же. Разве не маги крови, тратата? Разве люди не паства, которые готовы пойти за тем, кто властно говорит? Людей нужно защищать от магов. Это наше право и наш долг. Но как же те, кто поставляет имбириум? Те, кто предлагает пищу и кровь? Те, кто увиливает от своего долга снабжать нас всем необходимым для праведной битвы? Все они сторонники магов, возлегшись демонами. Вообще совсем с ума сошли. Могущие. 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 Породить только монстров и, следовательно, подлежат они умерщвлению. Мы поступим, выступим, господи, из лагеря в западной дороге и вступим в войну, которая завершится только тогда, когда очистится этот мир. Письмо, написанное ученому почерком с завитушками. Кто-то вот там сильно умный такой, со своим почерком с завитушками промывает мозги всем окружающим. Интересно, кто бы это мог быть. Так, в спину, в спину стреляем, гады. И это даже совсем не по красинам, потому что на войне все средства хороши. Все. Добивайся, мужик. Тебе осталось так. Еще гулять, слушай. Лежать. Так, сейчас пойдем в обход. А ты, я знаю, придешь в лагерь, а там еще набегут с края. Или нет? Пуерочек. Ух, сейчас обл... Ох, 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 ох. Который нам указывала самая первая бумажка, которую мы нашли. Так, сейчас только вот в этот кусок сбегаем. Вот этот тупичок. Потому что там растет эмбриум. Эмбриум, если я правильно помню, нужен... И веритинка, кстати, тоже нужна для апгрейда. Хотя это ни хрена не тупичок. Почему ты казался, что это он? Это, наверное, немножко не то место, да? Ладно, ладно. Идем тогда сейчас с храмовниками разберемся, потом двинемся дальше. Ну, блин, как красиво. Вот в Гарафоне и прям вообще, и локации такие красивые. Прям в каждой локации есть что-то свое. Особенное, классное. Да емое. Сломанный мост. Этот мост разрушили не так давно, скорее всего, во время боя между магами-отступниками и мятежными храмовниками. Так, а мы идем туда. Потому что нас там уже встречают. Соус, твоя магия не действует. Пора бы это понять. Юзай способности. Не-не-не, дядя. Так, стись. Тихо. В спину, в спину, в спину. Мстри. Есть, готов. Еще один. Вот он стоит так неудобно. Замечательно. Надо лоболапнуться, кстати. Забыла. Так, что у нас есть? В принципе, я хотела взять... Смерть свыше. Вот она, по-моему, да? Максимальный бонус к урону 25%. Его и берем. Так. Да что же ты делать-то будешь, а? Ох уж эти эльфы. Ошеломляющий пояс. Пояса у нас еще ни у кого нет. Поставим Кассандре. И я не туда зашла. Пойдет. Так, Господи, где я-то? Так, и прежде чем мы туда, на самом деле, сунемся, неплохо бы сохраниться. Потому что лагерь, он не маленький. А нас всего четверо. И лечилок у нас, не сказать, чтобы сильно много. Я могу, кстати? Нет, снизу я не зайду. При всем моем желании. Да я заметила. Так, хорошо, надо посмотреть. Многовато вас что-то, ребят. Черт, вы за мной уже бежали, Господи. Рикошетик. А, Солос, милый мой хороший, пожалуйста, отгребай. Что-то вы там стоите не очень удачно. Всем забыла, что они за мной побегут. Забыла им сказать, чтобы они стояли на месте. Ну, бывает. Отвали, дядя. Меня тут никогда не было вообще. Так, кто-то там агрепает. Могу понять, кто. Солос. Так, Солос, вали. Серьезно. Так, тут все готовы. Иди туда. Мне, кстати, нравится то, что теперь агр идет издалека. То есть она не просто вокруг себя, ну, то есть воин, он. Распыляет вражескую какую-то, точнее, агрессирующую ауру, не знаю. А он целенаправленно кидает в толпу. Ну, не в толпу, а в какого-то отдельного уродца. Потому что, хе-хе, урод. Что-то вред того. Получается. На деле. Так, ты меня бесишь. Нормуль. Так, еще один дяденька. Хотя не факт, что это дяденька. Но мы его обойдем. Потому что здесь еще целая куча народа. А этот за стенкой стоит. Так или иначе. Ох, вам. Жалко, конечно, что в третьем не попало. Хорошо, что этот четвертый со спины не подходит. Хоть на том спасибо. Хорошо, что они спиной стоят к солусу. Потому что... Потому что, да. Ну. Думри ты уже, господи, ради бога. Кольчук за ступни. Кто? Что? Да, варик, господи, что-то лманулся-то. Вот тени имется-то. Воинственный дурджинлен. Тихо. Что-то живучий-то такой, господи. Да разбейте вы его. Ну, или так. Кудряшка. Ну, варик, как всегда. Ой-ой-ой, там что-то было. Что это такое? Кто это сделал? Это я случайно нажала, каким образом. Чего мы там подобрали только что? Подожди. Нет, не то. Надо, кстати... Ой, надо домой срочно. У меня тут мусор. Я совсем забыла. Я его скинула в мусор. А вот продать забыла. Я что-то подобрала сейчас какую-то бумажку и что-то... И что-то как-то вот... Вот, вот, да. Блин. Ну, ладно. Тихо. Сладкие пальчики. Меч уникальный. Фролденская рукоять даже у него есть. Ну-ка, ну-ка. Господи, у меня бывает эта привычка уже у Вагенстенова эльфа. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты сможешь... Ой, ты сможешь даже взять. Правда, толку-то... Ну... Ну, да, чуть-чуть получше. Как хоть выглядит-то? И как таким мечом кого-то убить? Он вообще не выглядит заточенным. Смотрите, у него заточки как будто бы нет. Он просто палка. Просто кусок железа незаточенного. Ай, ну ладно. Вот, мы выкинемся. Это было вот такое красиво, замечательное. И хрена какая-то непонятная фигня. Ай. Ну, хоть спасибо на том, что заморачиваются с дизайном всяких вот этих орудий. И прочего-прочего вспомните, какая была жуткая проблема в Ориджинсе с этим. Ну, начиная со второй части, они справились в этом плане. Ах, все, боль. Боль в сердце моем. Начинается она. Так, можно, короче, валить домой. Вот как так можно было? Фланговое, кстати, кольцо. Кассандре надо бы его тихо поставить. И, в общем-то... Да. Мы вообще сейчас где? Можно было бы смотаться домой, скинуть, продать. А потом вернуться сюда и долутать. Потому что у меня банально даже сокровище не влезет. Поэтому давайте так и сделаем. Сейчас только эльфийский, королевский, эльфийский корень подберем. И домой. Все, убежище. Заодно поговорим с некоторыми персонажами. Попозже. Может быть. Не знаю. Неплохо, кстати, прошли. Так, вперед. Нигде не застреваем. Идем. Продвигаемся. Это радует. Я думала, что будет хуже. Потому что, серьезно, я когда первый раз попробовала вот на кошмаре начать, я прям реально... Ну, что ты говоришь? Подхожу, убиваю, заканчиваются лечилки, я возвращаюсь. Ну, это, наверное, просто... Ой. Серьезно, просто неправильно путь был выбран. Ну, что так долго грузит-то, господи? С каких пор? Можно, кстати, еще с Кассандрой будет поговорить. И, в общем-то, как-то разобраться со всем этим. Короче. Продам, наверное, все. Я уже за кадром. Давайте здесь приостановимся. В принципе, такая серия, посвященная храмовникам, получилась. В следующей серии немножечко переговорим с персонажами. Ну, действительно, немножечко постараюсь. И двинемся обратно на внутренние земли. Потому что мы все-таки должны как-то доковылять до Денета в конце-то концов. И сколько у меня там, кстати, влияния? Пять. Может быть, кстати, вот, начнем следующую серию с Валруая, чтобы запустить, в общем-то, локацию новую. И некоторые квестики дополнительные будут. Все, ребятки, большое вам спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Не забывайте поддерживать прохождение. Оставляйте комментарии. Заходите в группу. И до встречи. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.